Друзья, всем здравствуйте! Многие из вас покупают или достаются в наследство старая машина. Настолько старая, что она не работает вообще. Вот посмотрите, например, как в этой машине. Платины заклинило. Пластик очень желтый. Желтый-желтый пластик. Не правда ли, на такой машине работать не очень приятно? А если мы попытаемся продвинуть каретку, она даже не по выставленным в работу иглам практически не проходит. А на иглах, как видите, ее просто клинит. При попытке снять каретку мы поднимаем две кнопки, которые с трудом поднимаются, и каретку все равно клинит. Итак, мы ее с трудом продвинули. Диск даже не делает попытки прокрутиться, даже если мы применим к нему силу. Хотя лучше этого не делать. После прохода каретки стоящие, просто стоящие платины, которые не удается опустить вниз. То есть их заклинило. Как можно привести такую машину не просто в порядок, а в идеальное рабочее состояние? А еще можно ли сделать ей красивую эстетику? Чтобы пластик не был таким желтым, все работало, а машина доставляла только радость. Итак, на что нам для этого потребуется? Пара перчаток резиновых, растворитель 646, причем именно растворитель, ни ацетон, ни жидкость для снятия лака, именно растворитель 646 можно приобрести в любом строительном магазине. Набор отверток, прямых и крестовидных. Паста Гои. Полировальная паста стоит копейки. Буквально можно купить в магазинах, в сети магазинов ДНС. Масло желательно в шприце. Такое масло можно приобрести в интернет-магазине Швейный мир. Если у вас нет масла в шприце, то можно купить отдельный шприц и залить в него самое обычное масло для швейных и других бытовых машин. Или, например, вот такое масло. Вот такие у меня ватные диски. Какая-то тряпочка. Все, что есть. И я предлагаю начать с эстетики. Знаете, много, многие задаются вопросом, возможно ли отбелить старый пластик. А если он настолько старый, берем именно растворитель 646. Не забудьте предварительно, обязательно надеть перчатки. Вот наша страшненькая, желтенькая боковая планка. Работаем быстро. Не удерживаем на одном месте растворитель. Посмотрите, все лучше и лучше. Причем, если вы планируете это сделать, сделать это лучше до того, как вы будете обрабатывать машину маслом. Потому что растворить все-таки масло удаляет. А нам потом потребуются промасленные рельсы. Так мои труды не прошли даром. Посмотрите на результат. Согласитесь, конечно, не идеально. Но в сравнении с тем, что было, это уже практически новая машина. Снимаем каретку с игольницы. Каретку я уже тоже обработала. Смотрите, какая она красивенькая, чистенькая. Единственное, что когда будете обрабатывать окрашенную часть, делайте это очень быстро, практически мгновенно. Иначе можно снять вместе с краской. Как я уже говорила, вообще не прокручивается, ну, просто вообще совсем не прокручивается ручка выбора плотности. Для того, чтобы нам добраться и починить ее, для начала снимем ручки-каретки. Для этого возьмем плоскую отвертку и раскрутим вот эти два винта, которые удерживают ручку. После того, как ручку сняли, теперь у нас есть возможность с вами подобраться к ручке выбора плотности и заставить ее снова работать. Также нам нужно привести в порядок вот эти две кнопки, которые перестали работать. Чтобы это сделать, мы их открутим. Движением против часовой стрелки они легко скручиваются с калетки. Теперь давайте разберем ручку выбора плотности. Начнем с того, что раскрутим центральный винт, который удерживает. И теперь аккуратно снимаем крышку. Так освободили. Здесь у нас есть вот такой шарик. Шарик аккуратно извлекаем. Дальше вот здесь внутри есть маленькая пружинка. И мы любым предметом аккуратно извлекаем пружинку. И также откладываем ее в сторонку. Итак, мы с небольшим усилием при помощи отвертки сняли ручку выбора плотности. Здесь мы имеем давно-давно засохшую смазку. Нам необходимо, чтобы этот весь механизм, который влияет на работу кулирного клейна, заработал. И здесь я воспользуюсь машинным маслом. Обычно я говорю, что машины заливать машинным маслом нельзя. Но здесь тот самый редкий случай, когда мы можем позволить себе не стесняться. Нужно хорошенько промаслить механизм таким образом, чтобы масло проникло. То же самое, кстати, и здесь. Слишком масло мы потом удалим. Переворачиваем каретку и также заливаем масло под кулирный клин. Можно кулирный клин снять. Для этого также достаточно развинтить два венка. После того, как развинтили, кулирный клин аккуратно снимаем. Смотрите, здесь все очень сухо и масла не было давным-давно. Также маслом можно обработать края кулирного клина, которые будут взаимодействовать с пятками игл. Перевернем каретку, установим ее в вертикальное положение, для того, чтобы масло хорошо-хорошо проникло под механизм. Приведем в порядок наши кнопки. Поднимем их при помощи, с усилием при помощи фенскогубцев и также хорошенько их промасляем. Промасляем таким образом, чтобы масло проникло в них. Разобрала я его для того, чтобы заставить работать эксцентрики. Вот они, эксцентрики, которые тоже задеревенели со временем и вообще отказываются работать. Правый эксцентрик я заставила работать и просто при помощи масла. Для левого же пришлось снять вот этот левый клей. После того, как мы уже заставили его работать, убедились в том, что вот он под пружином. Соберем все так, как было. Вставляем клей. Эксцентрик упирается в клей. Посмотрите, пожалуйста, держала его вот эта скобка, которую мы должны теперь вставить на место. Когда вы что-то разбираете, если сомневаетесь, запоминайте, где что стояло. Если не можете запомнить, фотографируйте или снимайте на видео. Скобку вставляем на место, слегка с усилием. Теперь можно закрутить кнопки и проработать их. кнопка должна работать до щелчка с небольшим усилием, но не чрезмерным. Если усилие чрезмерно, добавьте еще немного масла. Посмотрите, теперь мои кнопки работают легко. Переверните каретку. Убедитесь в том, что они работают так, как нужно. При поднятии кнопки вот этот клиент должен опуститься. Он опустился. При нажатии на кнопки вниз клиент должен подняться. Поработайте таким образом с кнопками до тех пор, пока они не начнут работать свободно. Пока моя каретка не находится на машине, я могу точно так же смазать масло и верхнюю часть клина. Потом мы остатки лишнего масла попросту удалим. Также нанесем масло на рельсы каретки. Потому что, вы помните, наша каретка тяжело передвигается даже по игольнице. Практически не передвигается. Устанавливаем ручку выбора плотности точно так же, как она была. И пытаемся ее прокрутить. Как видите, уже как-то крутится, но еще недостаточно хорошо. Снова ее снимаем. Усилие некоторое потребуется. И еще раз поливаем буквально маслом. Это касается именно машины северянка. Наконец-то она начинает работать. Подвигаем ее до тех пор, пока он не в сборе. А вот теперь можно все собирать. ручку выбора плотности. Так как мои руки в масле, я при помощи любой сухой тряпки начинаю проворачивать. Проворачиваю до тех пор, пока ручка выбора плотности не начинает вращаться совершенно свободно. И вот теперь смотрите, мне вообще не нужно усилий для того, чтобы я ее провернула. Сейчас мы с вами посмотрим, как должен работать клин. Кулирный клин, за движение которого и отвечает ручка выбора плотности. Закручиваем кулирный клин на место. Некоторые жалуются, что с одной стороны каретки получается одна плотность, с другой стороны каретки получается другая плотность. Это может быть из-за позиции вот этого кулирного клина. Когда вы закручиваете кулирный клин, у него есть небольшой люфт. Видите, я могу его опустить вниз. таким образом получается расстояние от этого края кулирного клина и вот этого. Оно совершенно разное. Поэтому вам нужно выровнять кулирный клин таким образом, чтобы расстояние с двух сторон было одинаковым и только после этого закручивается. Когда ручка выбора плотности установлена на ноль, запомните положение кулирного клина. Видите, он находится практически внизу. Когда мы начинаем плотность увеличивать, видит цикулярный клин поднимается вверх, тем самым удлиняя петлю. Что ж, мы заставили быстро работать с ручку выбора плотности и теперь нужно собрать все на место так, как было. Первым делом пружинку, потом шарик. Посмотрите, здесь сзади под крышкой есть вот такие углубления. именно в эти углубления и попадает вот этот шарик. Благодаря чему у вас в окошке постоянно видна рабочая плотность. Обязательно ли нужен и шарик, и эта верхняя крышка, в принципе, они не обязательны. С этой верхней крышкой в окошке у вас видна только одна рабочая плотность. без этой верхней крышки вы будете видеть внизу ту плотность, которая у вас установлена на данный момент. Поэтому, в общем-то, вы можете оставить вполне и без этой самой крышки. Со временем вот эти щетки приходят в негодность и потрошаться. Эти щетки из натуральной щетины фактически то же самое, что натуральные волосы. Если ваши щетки распотрошились, их можно припотрошить обратно обычным натюгом для волос. И все, собственно, щетки мы выровняли. Для того, чтобы ручку крутить обратно, шурупы верните на прежнее место и каретка готова. Как я уже говорила, можно и не вставлять вот этот строк. Почему я не вставляла? Моя пружинка от времени пришла в негодность. Поэтому я оставлю ручку выбора плотности без крышки. Она функционально здесь не нужна. Теперь мы с вами перейдем непосредственно к огольнице. Иглы выдвинем в позицию D. Туго они выдвигаются. Очень туго. Выдвигаются, мне буквально нужно прикладывать очень хорошее усилие. Также не опускаются у меня вот эти платины. Я возьму масло. И маслом хорошенько вот буквально вот так залью маслом и платины, и иглы. Таким образом, чтобы масло попадало даже на... Давайте извлечем иглу. смотрите, язычок очень туго отходит. Я заливаю маслом таким образом, чтобы и попало на язычки. Также маслом прорабатываем рельсы, игольницы. Здесь пластик. Пластик маслом поливать совершенно не стоит. Абсолютно нет смысла никакого. Маслом поливаем только вот здесь платины и иглы. И промасленной тканью хорошенько протереть пятки игл. Пластик на игольнице нет смысла тереть маслом. Трём только пятки. Теперь ставим каретку. Никакую пряжу не нужно. Устанавливаем просто каретку. И начинаем холостую работу кареткой. Каретка ходит довольно-таки туго. Для начала попробую обойтись что называется малой кровью. Что значит малой кровью? Не разбирать игольницу. Если это не поможет, то нам придется разобрать игольницу и более тщательно ее проработать. Но пока попробуем в холостую погонять нашу каретку. Возможно придется приложить некое усилие. Итак, каретка движется туго. Но тем менее разрабатываем без пряжи. Обратите внимание, когда я начинала несколько платин, не хотели возвращаться на место. Сейчас осталось только одна и немного вторая, которая никак не хочет возвращаться на свое место. Поэтому берем еще раз машинное масло и заливаем маслом конкретно вот эту платину начиная с пятки. И здесь действительно именно заливаем. Мне потребовалось где-то около 7 минут, чтобы все мои платины заработали. Потратьте еще около 7 минут до тех пор, пока каретка не начнет двигаться легко и свободно поигульнице. Прислушайтесь к звуку. С каждым проходом каретки, каретка движется все легче и легче и легче. И мне все меньше требуется усилий для того, чтобы ее продвинуть. Я буду в холостую гонять каретку до тех пор, пока она не начнет ходить совершенно свободно. Таким образом, чтобы я двумя пальцами без малейших усилий. Некоторые из игл на этой машине от возраста и от того, что машина хранилась в неподобающем сыром месте, они буквально состарились. То есть началась коррозия металла. От чего особенно нижняя часть игл некоторых просто шершавая. Такими иглами вязать будет просто невозможно. Они будут цеплять пряжу и петли не будут провязываться. Мне понадобится паста Гои. Пасты нужно буквально немного. Она похожа на пластилин. Кстати, после нее проблематично отмыть руки, поэтому хорошо будет, если вы это будете проделывать тоже перчак. И начинаем низ вот так прорабатывать пастой. Иногда целесообразно снять иглы. Если коррозия была подвержена только часть иглы, снимать иглы не обязательно. Так я распределила пасту и теперь опущу язычки игл. Возьму самую обычную зубную щетку, которую вам не жалко. И начинаем натирать. При этом придерживаем иглы, чтобы их не погнуть. И то же самое снизу. О! Мои иглы стали очень гладкими. Теперь остатки пасты необходимо удалить сверху и снизу. теперь еще раз проходим кареткой. Введите иглы в позицию Б. Для этого достаточно поднять обе кнопки. И еще раз поработаем с плотинами. Что будем с ними делать на этот раз? Платин подпружинами. Нажимаем на основание плотины должны продвинуться вот так вперед. Не все плотины становятся на место. Видите, некоторые заедают. Первоначально проходим вот так совсем до конца. Те, которые заедают сразу на место не возвращаем. Оставляем в таком же положении. так у меня несколько платин осталось в таком же положении, а краевая платина вообще не подвинулась. И я буквально заставлю ее это сделать. Еще раз про масло. После того, как ваша карелка начала свободно бегать по пустой игольнице, ее осталось разработать с пряжей. Для старых машин, которые давно не были в употреблении, иглы тоже нужно разработать. В идеале очень хорошо иглы шлифуют именно вискоза. Вообще, если у вас машина долго не была в употреблении, если вот как у этой машины иглы были подвержены коррозии, и мы их очищали при помощи пасты Гоя и масла, их желательно перед тем, как начать работать уже с пряжи, с которой вы собираетесь работать, отшлифовать при помощи вискоза. Каким образом это будем делать? Выдвигаем иглы при помощи отборной гребенки одну через одну. Проходим кареткой в любую сторону и прокладываем нить от каретки. Аккуратно проходим ряд. Вводим рабочее положение. оставшиеся иглы. Убедитесь в том, что все язычки отброшены. Для начала возьмите в работу не более 40 игл. Провяжите несколько рядов на этих 40 иглах. 5 игл. 1 через 1. Выдвигаем с противоположной стороны каретки в рабочее состояние. Добавьте остальные. С противоположной стороны каретки сделайте то же самое. Вначале через одну. Остальные. Если добавленные иглы провязываются легко, а у меня после прогона каретки вяжутся уже легко, можете добавлять сразу по несколько игл. Мне не хотелось бы разбирать игольницу для того, чтобы поработать дополнительно с платинами. Поэтому я попробую все-таки ее разработать. Это возможно. В редких случаях бывает, что невозможно. Эти платины, которые никак не хотят включаться в работу, если они пружинят, значит с пружиной внизу все хорошо. Их можно дополнительно смазать маслом. Постепенно вводим работу следующие иглы до тех пор, пока не введете в работу полностью все иглы машины. Погоняйте по всей игольнице. В идеале вискоза. Если нет вискозы, то можно хлопок, шерсть, все, что не жалко. Поначалу, видите, у нас пришел масляный кусок. Это пряжа вберет в себя и одновременно и отполирует, и удалит остатки масла пасты Гоя. Работайте, разрабатывайте до тех пор, пока по всей длине игольницы машина не начнет ходить гладко, как по маслу. И хочу обратить ваше внимание на различные дырки, если будут слетать какие-то петли поначалу, ничего страшного, поднимать их не нужно. Вы вяжете именно полотно для того, чтобы погонять машину. Стоит хорошенько ее разработать после длительного застоя и усиленного смазывания и чистки. В дальнейшем нам такое заливание маслом больше не потребуется. Это единоразово машина, которая находится в постоянной эксплуатации, ей достаточно вот такого шприца. Еще раз приобрести этот шприц можно в интернет-магазине швейный мир. Обычно вот такой подготовки машины после того, как ее много лет не эксплуатировали, более чем достаточно. Ну, а если этого недостаточно, пишите в комментариях и мы снимем тогда следующее видео. Для этого нужно будет уже более основательно разобрать тогда машину и с ней чуть-чуть поработать побольше. Ну, а пока попробуйте этот метод. Не пропускайте ни одного момента и ваша машина будет вязать просто блестящее, как новенькое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok